здравствуйте сегодня мы с вами будем вязать шортики для девочки 5 с половиной лет нам нужны вот такие вот нитки детские чтобы они не кололись состав тут 40 процентов мериносовой шерсти 20 процентов кашемир и 40 процентов полиакрил на 200 метров у нас 50 грамм идет моточек 2 моточка у меня не знаю сколько у меня уйдет может быть одного хватит может быть нет тут рекомендуют спицы номер 3 я взяла спицы 325 уже вот связала образец по мере сколько у меня еще даже не мерила петелек в одном сантиметре объем талии у меня 55 сантиметров на шортики будут на бедрах вязать будем вот такой вот обыкновенной чулочной вязкой сначала я сделаю загиб под резиночку еще точно не придумала но скорее всего это будет двусторонняя наверное гладь либо узор зубчики чтобы туда внутрь можно было вставить резиночку и так приступим вот я связала двусторонней гладью место для резинки сюда мы будем вставлять у меня резинка два сантиметра и здесь я еще провязала 9 сантиметров и теперь разметила булавками будем дальше вязать укороченными рядами на задней части штанишек так как у нас место для попы немного выпирает нужно чтобы штаны не тянулись вернее шортики чтобы красиво лежали по фигуре нам нужно провязать укороченными рядами небольшой уголок забыла сказать что набирала я сто двадцать петель плюс две кромочные и соответственно у меня получилось центре я отсчитала 30 петель с этой сами 30 с этой наметила вот желтыми булавками вот они это задняя часть шортиков и здесь через одинаковое расстояние отдела булавки у меня получилось первые две булавки через четыре петельки остальные булавки через пять петелек и в двух рядах лицевых я уже провязав восемь с половиной сантиметров я делала на бедрах прибавления в каждом ряду по две петельки в каждом ряду по четыре петли по 2 с каждой стороны чтобы чуть-чуть шорты расширялись на бедрах и дальше мы будем вязать укороченными рядами как подробно как это вязать вы можете посмотреть в моем видео детские штанишки здесь я не буду подробно показывать как я вижу укороченными рядами вот мы вывязали вот такой вот уголок булавку я оставила для наглядности и теперь у нас задняя половинка будет длиннее передней на три с половиной сантиметра дальше мы вяжем как обычно еще на нужную нам длину и с боков с этой стороны с этой будем прибавлять еще петли я буду прибавлять через ряд по 4 петли в каждом ряду я имею ввиду через ряд то есть в каждом лица вам буду прибавлять так вот мы уже связали после укороченных рядов у нас всего получилось 17 сантиметров сзади и 15 будет впереди этой длины нам достаточно мы теперь будем делать еще вывязывать треугольник из укороченных рядов сзади и впереди после этого мы уже будем вязать штанины мы через каждые две петли одели 16 булавок у нас будет 16 укороченных рядов вяжем аналогично укороченные ряды как мы вязали до этого вот у нас получился треугольничек тут непонятно потому что металлическая леска и теперь такой же треугольничек немножко меньшего размера нам нужно сделать впереди я сошью вот здесь впереди и возьму уже другие спицы и буду вязать на 5 спицах чтобы у меня дальше штанины были цельные без швов то есть точно такой же размер спиц я переселю полностью и дальше будем вязать уже как я сказала на 5 спицах без швов для переднего треугольничка мы будем брать не по 8 петель не по 8 булавочек вернее не 16 укороченных рядов у нас будет а у нас будет 12 укороченных рядов мы связали уже передний уголок тоже сшили две половинки и сначала я сшила две половинки потом вязала цельным уже треугольничек прикладываем треугольник к треугольничку передний и задний и у нас получается два места из которых мы будем вязать штанины обязательно нужно пересчитать чтоб количество петель было равным если у вас расхождение в одну-две петельки значит вы это скорректируйте где-то может быть две петли провяжите вместе либо добавьте одну что было одинаковое количество петель иначе одна штанина у вас будет шире другая уже будет визуально заметно я левую штанину петли левой штанины отдела на булавки остальные петли все для правой штанины распределила на 3 3 спицы и 4 буду вязать и я уже провязываю точно так же чулочной вязкой как я вязала все шорты вяжу на нужную нам длину я провязала где-то 3 сантиметра и затем перешла на резинку один на один потому как если мы закончим тоже чулочной вязкой то у нас потом эти брючины будут скатываться будет некрасиво и завершила вязание эластичным закрытием петель как это делается ссылочка вас есть на экране и затем отрезаю нить точно так же распределяю петли которые у меня были на булавках тоже на три спицы и вяжу аналогично вторую брючину как я вязала первую и вот такие вот уже шортики у меня получились вот видите тут где-то мне пять сантиметров и если вы обратили внимание здесь у нас получается небольшая дырочка я специально когда набирала меня когда вязала вторую брючину я оставила чуть чуть длиннее хвостик и вот этим хвостиком я эту дырочку затем зашью что мне было видно теперь у нас что остается у нас остается спрятать вот эти ниточки деть резинку у меня вот такая резинка вот шириной 2 сантиметра она мне как раз помещается вот сюда так мы с вами вязали полую резинку чтобы сюда можно было вложить ну на этом все эти шортики если может у кого есть вопросы для чего такие шортики это одевать зимой когда холодно под джинсы либо под джинсы либо если нужно допустим пойти куда-то на утреннике девочка одевает нарядное платье чтобы ей было тепленько под низ можно одеть тоже вот такие вот шортики они связаны я еще раз повторюсь из детских ниточек они не колят здесь есть шерсть они очень тепленькие на этом все если видео вам понравилось ставьте лайк до скорых встреч всем пока спасибо Продолжение следует...